Вот след остался рабочий, да? Буквально, кровью и пота. Что ж, всем привет! С вами, естественно, Николай, я Костя. Вот, надо мне сразу же сказать, оправдаться, так скажем, почему давно не было видео, потому что я повредил ногу, вот здесь вот можете посмотреть, можно сюда подержать, а вы можете посмотреть вот здесь вот видео, то, как я повредил ногу, не для слабонервных, сразу я скажу, зрелище. Вот, ну, а так как у нас сегодня как раз-таки ноги, поэтому я их откладывал, откладывал все это время. Вот, что мы сегодня будем с ногами делать? Мы будем сегодня ноги делать. Ну, что-то так, будет что-то особенное, как говорили? Особенное? Ну, сразу скажу, что тренировка ног, она самая тяжелая. В отличие от груди, это, конечно, ад, да, так можно поставить, шейкер. Начинаем с разминки, ну, разминочная часть, конечно же, это гиперэкстензия. Ну, пойдем. Пару подходов, как обычно, 20 повторений. Кость, смотри, помимо того, что мы сделали разгибание, да, сейчас на разгибателе спины, мы еще сделаем, начнем с тренажера, который позволит размять твои коленные суставы. Это тренажер. Ну, целевое назначение вообще это квадрицепс, передняя часть. Тихо. Передняя часть ноги. Но его можно использовать и нужно, я советую его использовать для того, чтобы обезопасить свои коленные суставы. Сейчас мы к нему подойдем, я подробнее покажу, что мы будем делать. Основная цель – это проработка передней части ноги, это квадрицепс, четырехглавая мышца, красным цветом показаны. В данном случае мы его использовать будем немножко для другой цели, для того, чтобы прожнять колено, коленный сустав. Для этого нам потребуется достаточно небольшой вес, ну, пусть это будет 15-15 килограмм. И сделать порядка 25 повторений, 30, дабы не проработать квадрицепс, а больше задействовать, просто поразгибать ногу по коленям. Носки на себя убери. И так, да. Ага, хорошо. Разминаться надо обязательно. Разминочная часть, она присутствует всегда. Особенно перед приседаниями. Регулируем стойку для приседания, да, чтобы тебе было комфортно снимать. Гриф состоит. Попон. Давай. Если мы поставим выше, будет уже очень высоко, поэтому сделаем. Ну, и непосредственно гриф. Вес грифа 20 килограмм. Классический гриф. Он нам потребуется для того, чтобы начать приседания. Ну, что касается техники, да, в первом выпуске там немножко говорили про это. Вот. В принципе, ничего не изменилось с того времени. Снимается гриф, ложится на плечи. Голову немножко вверх. Смотришь. Таз уводим назад. И вниз. Хорошо. На пятки. На пятки наверх. Вот. Хорошо. Хорошо. Давай чуть-чуть пошире ноги поставим. Ага. То есть на начальном этапе, да, для новичков я не советую делать форсированные повторения на приседаниях. То есть работать с большим весом. Форсированные, это что значит? То есть моя помощь тебе не понадобится, в принципе. Такой не очень тяжелый вес, да, который ты самостоятельно сможешь, с которым ты самостоятельно можешь подняться, да. Не надо убивать ноги так и не будешь, чтобы побаливать, и ты их почувствуешь. Вот. В дальнейшем, да, там, можно больше веса увеличивать и чтобы партнер тебе немножко помогал, да. Вот. В начальном этапе достаточно, в принципе, вот таких вот подходов. Давай прибавим по-папам по 5. 5 килограмм. Сейчас мы уже... Давай поработаем по 15 повторений. Ну, если по 5 будет очень мало, да, ну, можно еще по 2,5 прибавить. Вводи дальше, пацаны. Что касается ремней? Ремней. Ну, пока он тебе не нужен, да, при таком весе. Ну, в дальнейшем он понадобится в любом случае, и немножко попозже его можно использовать. Если вес небольшой, да, и... Ну, когда... Я советую так, когда приближаешься к сотне, да, можно использовать его уже именно в приседаниях. Можно, конечно, пораньше. Здесь надо смотреть. Главное, правильно. Сейчас здесь в пояснице чувствуешь напряжение, ну, уже как бы надо использовать. Как бы делать, какие функции. Просто фиксирую тебя. То есть надеяться на ремень, да, да, что если надел ремень, и супермен, он меня спасет от травм, да, и сделает... Это, конечно, неправильно. Люди с ремнями, то есть, допускали множество ошибок, и спину так же травмировали себе. Но, тем не менее, он рекомендуется для того, что все-таки есть процент, что он тебе поможет и будет удерживать твою спину более вертикально, да, и она не будет гнуться в пояснице. Ну, чаще всего я советую, если человек не приседал, да, самостоятельно, не начинать это. То есть лучше пусть будет тренер или, там, не знаю, опытный человек, который тебе правильно научит делать. Потому что и что приседание, и что становая тяга, как показывает практика, 80% людей, ну, даже больше, наверное, начинают делать одни и те же самые ошибки. И изначально, если учатся делать неправильно, потом тяжелее переучиваться. Приходится все заново, грубо говоря, начинать, да, человек привыкает делать неправильно. Это намного тяжелее, чем начинать тренировать, допустим, новичка, да, и сразу поставить технику, и тем самым и обезопасить, уберечь от ошибок, да, ну, и научить делать правильно. Человек, привыкая делать неправильно, он и в дальнейшем будет делать неправильно, и уже на подсознательном уровне те ошибки, которые он совершает на начальном этапе, он и повторяет. И поэтому тяжело переучивать. Лучше сразу учиться правильно. Смотри за коленями, чтобы они не ходили. Ну, они вообще не должны уходить. Чем плохо? Тем, что есть определенные риски, что суставы начнут болеть коленами, коленами. Вот поэтому мы должны уходить в таз как можно дальше назад, для того, чтобы обезопасить, уберечь свои колени. Что теперь? Дышится хорошо, да, легко. А теперь мы сделаем жим ногами. Следующий тренажер, который нам понадобится. Очень популярный тренажер, почти во всех залах он есть. Сейчас, тем более, платформа, которую мы будем толкать, толкать, соответственно, ногами. Ноги выставляются. Ну, часто спрашивают, куда надо ставить ноги. Высоко, низко, шире, ниже. В зависимости от того, где располагаются ноги на платформе, они могут быть достаточно широко и высоко находиться, да. В зависимости от того, где они будут располагаться. А нагрузка может быть акцентирована больше, допустим, на бедро или на ягодичные мышцы. Можешь на квадрицепс. Если хотите, чтобы проработали ягодичные мышцы, надо повыше поставить. Ну, нет, широко не надо ставить тогда. А наоборот, надо ставить достаточно узко и достаточно высоко. Ну, в данном случае, мы с тобой поработаем, у нас будет средняя постановка ног. Опять же, не очень широко, не узко. Ну, то есть, поработать как бедро, так и квадрицепс. Ну, и годичные мышцы, если нас пока интересует. Часто еще спрашивают, можно ли заменить приседаниями с жимыми ногами. Ну, конечно, это неэквивалентно. То есть, приседания есть приседания, с жимом ногами, с жимом ногами. Но порой много ребят с серьезными травмами позвоночника не могут приседать. Поэтому панацея, в принципе, единственный вариант, да, проработать как бы ноги. Помимо там сгибателя-разгибателя, это такой тренажер с жимом. Единственный момент, их два даже этих момента, заключается в том, ну, поставь ноги. Первый момент, он заключается в том, что, как же, какие у тебя синяки на ногах? И он заключается в том, чтобы твои колени не уходили за носок, опять же, чтобы не нагружать сустав коленой. И второй момент заключается в том, чтобы при опускании у тебя не поднималась попа вверх, да, и не отрывалась поясница. Поэтому ты должен прижиматься именно к спине. Если она будет отрываться, ты можешь почувствовать поясницу, что она тебе будет напрягаться. Этого, в принципе, не нужно. Хотел сейчас спросить насчет сауны. Во всех фитнесах есть сауны. Как часто их вообще можно посещать? И вообще нужны ли они? Ну, если сердце, он все в порядке. Ну, если тебе нравится париться, ну, не надо там прям часа по часу сидеть. Ну, минут 15-20 нужно посидеть. То есть после? Ну, после тренировки, да. Хотя существуют, допустим, залы еще в 90-х годах, я скажу, да. То есть у меня был такой зал, в котором была сауна, но было очень холодно. То есть разминательная часть мы начинали то, что сидели в сауне, просто разогревались. Ну, тоже очень хорошо. Почему бы и нет? А, то есть нормально. А если там набираешь масло или наоборот? Ну, вот набираешь, например, масло. Все равно можно селиться? Ну, почему нет? То есть там мышцы не сожгутся, ничего. А ты будешь бояться? Да, ну, не надо бояться. Будешь правильно. Врук миллиметр уйдет. Ну, миллиметр это несерьезно. Поэтому. Давай. Поехали. Ну, ты почувствовал, да, что уже ноги? То есть мы сделали, по сути, приседания, и уже очень тяжело, да? Один подход. Да, но это явно самое тяжелое упражнение, это именно ноги. Да. Поэтому ноги делают не все. Именно по этой причине, что это очень тяжело. Чуть повыше. Хорошо. Ну, вот еще два таких подхода, и будет вообще замечательно. Еще мне часто бывает именно на этом. Да, давай, отдышись, потом ставь. Я же забыл, что хотел сказать. Ну, не надо, значит, не надо идти. О, да. Бывает, что аж, не знаю, как будто кровь из головы выливается, или наоборот, в голову, и стоишь уже так. Давление. А именно вот после вот этого упражнения. Ну, на начале. Это тяжело просто. Начинает, конечно, кровь. Давление может повышаться. Бывает, и уши может заложить немножко. Ну, на начальном этапе, потому что сосуды, они тоже, то есть кровь начинает гоняться по организму, да. Если чувствуешь, ну, такой момент, ну, немножко больше можно и отдохнуть, между подходами где-то чуть-чуть, дать паузу такую сделать, да. Ну, в этом нет особо ничего страшного. Ну, на начальных этапах ноги испытывают такие проблемы. Вот так. В дальнейшем все намного попроще будет. Как правило, ноги выбирают в конец недели, там, пятница, допустим, да, чтобы суббота-воскресенье было дня, два дня для восстановления. То есть ноги, они восстанавливаются дольше, поэтому, то есть требуется больше времени подле аудитории. Да, я вот еще заметил, что и как-то если утром делаешь ноги, у меня просто ненормирован в этом плане график, мне приходится что утром, то вечером делать, то вот если утром делаешь, то весь день никакой просто ходишь вот так вот, там, на съемку, еще куда-то. И поэтому я понял, что мне лучше вот прям вот под вечер делать, если есть такая возможность. Сразу лечь спать, да? Да, прийти домой и лечь спать, и все. Ну, да, согласен с тобой в этом. Да, потому что ноги это все-таки вообще. Я раньше думал, вот еще зачем нужны ноги, кстати, вопрос, а зачем нужно качать ноги? Качать ноги. У меня, в принципе, они у меня и так вроде как, ну, не маленькие, я потому что футболом занимался 7 лет, и я подумал, зачем мне ноги, я поначалу их вообще не качал. Ну, ноги надо тренировать не только для того, чтобы у тебя ноги стали больше, а для того, чтобы метаболизм увеличить, для того, чтобы ты начал прогрессировать сверху, для того, чтобы быстрее набирал мышечную массу. Многие думают, что тренировка ног, она только дает именно развитие ног, но на самом деле это не так. Говорят, что для того, чтобы все хочешь иметь даже хорошие руки, объемы, да, начнишь с ног. То есть надо тренировать ноги обязательно. Потому что большой процент именно, если брать мышцы в целом, да, спину, грудь, ноги, то половина нашего тела. И очень большое количество мышечных волокон, и опять же тестостерона находится в ногах, большая часть это в квадрицепсах. Вот это все мы разгоняем по организму, тем самым мы начинаем расти, прогрессировать, становиться сильнее. Вот, начинает все расти у нас. Что такое базовые упражнения? То есть все говорят, база, база. Какое-то есть прямо определение? Базовые упражнения, те, которые позволяют тебе вообще развиваться, набирать мышечный объем и становиться сильнее. Ну, так можно сказать. Это многосуставные упражнения. Многосуставные сколько? То есть больше одного сустава есть в работе, то это базовое? Да. То есть на каждую мышечную группу есть базовые упражнения. То есть ноги, приседания, грудные мышцы, жим, соответственно, становая тяга при... становая тяга – это спина, на бицепс это подъем штанги. Опять же, как меня учили, как нас учили, когда я учился. Базовое упражнение – это то, где ты можешь поднять большее количество веса. тянешься. То есть, соответственно, поэтому группа – это жим лежа, именно со штангой. Везде он тянет. Да. Ну, никто не говорил, что будет легко. Я предупреждал. Надо быть готовым к этому. Еще, кстати, важный момент – все за собой убирать. Конечно. Да. Надо убирать, надо уважать друг друга. Да. И поэтому это культура своего рода. Есть такие моменты, которые надо соблюдать. Сейчас про это забывают. Оставляют за собой вес. Я ругаю сильно, когда кто-то не убирает за собой. Поэтому я всех заставляю убирать. Так, идем дальше. Следующее, что мы сделаем. Сейчас мы сделаем два подхода на сгибание ног, чтобы уже и окончательно с ногами разобраться. Я вижу, что тебе уже тяжело. Я думаю, еще одно упражнение ты сможешь сделать. Все, пусть смотри. Завершающий момент с ногами. Тренажер для задней поверхности бедра. Здесь мы будем заканчивать нашу тренировку ногами. Надо лечь. Смотри, ноги под валик. Вот эта вот штучка, она не просто так вот. Это ось сгибания. Здесь должно находиться свое колено. Когда ты будешь сгибать ногу, это вот момент. Ось показывает момент, в котором тебе нога будет сгибаться. Что касается веса, можно немножко побольше поставить. 23 килограмма. Это достаточно просто. Ложишься. Смотри, при единственный момент сгибания прямо до бедра, то есть полностью сгибаешь ноги, и не поднимаешь таз вверх, чтобы нагрузка не шла на поясницу. Лучше смотреть вверх вообще. Да. Вот. По трапеции, предклечья и прессе отдельно надо их как-то качать? Отдельно от силы. Я просто скажу, предклечья качать не надо. На начальном этапе точно трапецию работать не надо, потому что в очень многих вариантах тяг она задействована. С гантелями ты работаешь, на тренажере, то есть в любом случае она будет немножко подрабатывать. Поэтому тратить время для того, чтобы проработать предклечья, трапециевидные мышцы, ну, это опять же, это трата времени, да. И заниматься этим не стоит на начальном этапе, тем более точно. А пресс? Что касается пресс, ну, я советую делать только в период сушки его. При наборе мышечной массы, то есть, опять же, по сути упражнения на сжигание, поэтому включать его не обязательно, так скажем. Ну, и при этом, опять же, пресс работает на базовых упражнениях, таких как приседания, в тяге становой, там, допустим, в наклоне мышцы живота они достаточно активно там принимают, ну, задействуются. И фактически пресс есть у всех, только у одних его видно, а у других нет. То есть, когда ты находишься... Просушишься, и он... Да, просушишься, и он будет заметен. То есть, а так, что ты будешь работать с ним, ну, здесь просто. То есть, вот, пресс есть у всех, только нужно просушиться. Просушиться правильно. Загорелось? Да. Ну, отлично. Смотри, у нас по плану с тобой еще плечи вообще были, да? Мы сделаем... Сейчас, конечно, вот после такой тренировки, да, если делать плечи, это реально тяжело, поэтому ноги, как правило, выставляют лучше одни, больше ничего не добавляют. Ну, здесь момент, или можно убрать плечи, допустим, там, с работой на грудь, да, где они и так работают, передний дельтовидный, или сделать отдельный день еще, да, ну, это по возможности. Мы сделаем сейчас одно упражнение на плечи, это только будет джим вверх. Мы поработаем, кстати, на тренажере Смиттона, на котором мы вообще ничего не говорили, ничего не подходили к нему. Вот. Ну, сейчас сделаем такую небольшую паузу, да, минут пять, немножко вот так походишь, отдохнешь, после чего мы сделаем упражнение на плечи, и это будет достаточно. Тренажер Смитта, он, такая, ну, многофункциональный тренажер, здесь можно делать и приседания, и выпады, и плечи, то есть можно делать и спину, но это много всего. В данном случае у нас интересует именно для работы на дельтовидные мышцы. Мы должны сейчас поставить плавку, а плечи мы будем делать перед собой. То есть заголову я вообще не рекомендую делать. Я не даю упражнения на джим и заголовье на стаму со штаммой. Потому что достаточно травмоопасные упражнения, и при неправильной технике, даже иногда при правильной технике, люди травмируют себе сустав плечевой, так как у тебя и так есть определенные проблемы. То есть про это упражнение на джим и заголовье я-то тебе советовал вообще забыть. Музыку из руки Бальбо ставишь? Я как раз хотел еще спросить насчет плечи. Вот они у меня, так скажем, узкие от природы. Вот если я буду их там костить. Плечи нормальные. Да, кости у меня узкие от природы, вот поэтому я смотрю с таким узким. И если я буду два раза в неделю уделять плечам, это что-то даст? Да, можно это делать. Ну, сейчас это даст положительный результат. Это даст. Ну, может, единственное, немножко попозже этим заняться. Сейчас еще рановато, да. Но в дальнейшем то, что отстает, надо всегда делать акцент. То есть если отстают ноги, надо делать упор на ноги. Если отстают плечи, мы занимаемся именно с дельтоидными мышцами. Вот, и надо следить всегда за эти моменты, да, для того, чтобы ты развивался симметрично, да, чтобы у тебя ничего не отставало, и как-то было это все визуально красиво. Если смотришь, где-то что-то начинает отставать, ну, сделай дополнительную тренировку. Где-то что-то смотришь, спина у тебя стала широченной, да, ну, можешь немножко обороты сбавить, но что-то встает. Вот еще я заметил по видео многих, и вообще заметил, что кто-то берет вот таким хватом, да, когда делают там жим или что-то, а кто-то берет вот таким хватом, то есть освобождает предплещик, так скажем. Вот зачем все это делается? Кому как удобнее или как? Вообще не понимаю, я в общем. Ну да, то есть по-разному ребята тренируются, и большой палец иногда перекидывают, иногда замок. Вообще, с точки зрения безопасности, конечно, большой палец должен находиться в замке. И по регламенту, если брать соревновательный момент, то есть по жиму лежа, жиме лежа говорить, да, то отменили такой хват, когда палец находится в таком положении, то есть перекинул, да, потому что были случаи, когда человек снимал, и гриф вываливался просто из рук, не очень приятно. Вот поэтому сейчас обязательно берут в замок. Ну, я рекомендую тоже именно использовать такой хват. Что касается, допустим, становой тяги, да, ну, там тяжело делать именно, когда палец перекинут, да, понятно. Там наоборот, немножко палец, как правило, зажимается в замочек такой, тем самым используется разнохват, для того, чтобы поднять больше веса. Ну, успех непосредственно зависит от того, как ты питаешься. Если ты питаешься правильно, сбалансировано, то ты прогрессируешь. Если ты по питанию не добираешь, если в рацион не страдает желать лучшего, то, соответственно, ты будешь на одном месте очень долго находиться. Это все очень тесно связано. И тренировка, и питание, и восстановительный перевод. Сон, это в совокупе, это дает именно картинку твоего прогресса или регресса, да, или такой момент. То есть, если ты соблюдаешь правила питания, тренировка, сон, отдых, то ты растешь. Где-то что-то у тебя вылетает, ты, соответственно, сначала останавливаешься, а потом скатываешься вниз. Поэтому тут, конечно, это тяжело. То есть, тяжело это все следить, но если есть цель стать сильнее, нарастить мышечные объемы, то тут приходится себя немножко контролировать. Тоже навести дневничок, записывать. Всегда есть момент, что можно использовать спортивное питание, если ты не успеваешь в треку сидеть. График работы у всех разный. Понятно, что сейчас достаточно быстрый темп имеет и не все, у кого-то там, может, не получается где-то там. Ну, я не знаю, я не понимаю этот момент. Человек не может 3 часа в неделю уделить, прийти в тренажерный зал. Ну, это смешно, по-моему. Я поначалу тоже думал, что как я? Я у меня 5-6 в неделю занятости дней. Я там съемки, монтаж, сценарий писать. Я думаю, я никак не успею. А понимаю, что я могу хоть каждый день уделить часочек времени. Потому что фитнес работает с 7 до 12, с 7 утра до 12, но в основных. То есть ты всегда можешь найти час времени на то, чтобы сходить. Да, я тоже никогда поэтому не видел проблем. Да, бывало, что где-то... Это в основном лень, да, когда ты себе там отговорки начинаешь искать у меня там что-то. Вот, я не могу. Да, бывает, что устаешь. Бывает, ну, ты устаешь и не в 7 дней в неделю, да? Ну, хотя бы там 2-3 раза в неделю можно не устать как-то и немножко и прийти и выложиться на тренажерном зале. Поэтому следить за собой надо. Начинать уже сейчас, да? Потому что по 30 годам и позже, да, ты выглядел. Хорошо. Чувствовался я хорошо. Хорошо. Все, молодец. По-моему, это была тяжелая тренировка, но она приближена к таким хорошим тренировкам. Ну, хорошо позанимались. Хорошим тренировкам. Да, в общем-то все. Вот такие вот 3 дня. Это у нас ноги, плечи. Это у нас грудь, трицепс. И это у нас спина, бицепс. И можете эти упражнения совмещать, делать и как-то разноображивать их. Ведь на каждую группу мышц есть разнообразнейшие упражнения. Да, это касается упражнения. Ну, опять же, база, она сейчас должна стать во главе тренировок, да? Жим, становые тяги и приседания. Все остальное это, ну, как бы нужно, но это можно пренебрить где-то, да? Главное, три упражнения, они тебе помогут прогрессировать на начальном этапе. А в дальнейшем там различные, можно добавлять, что-то убирать и применять. Тем самым, как бы делать разнообразие, как-то в тренировочном процессе. Надо смотреть будет. Дальше уже будет видно, что, где, как, что поменять, что-то внести новое, что-то оставить. Ну, в общем-то, наверное, все. Вот эти вот мы 3 дня как-то с Николаем позанимались. И я думаю, что это еще не конец. Мы же еще что-нибудь придумаем. Это только самое начало, я думаю. Да, мы же еще что-нибудь придумаем, покажем еще какие-нибудь потом упражнения. Да, я думаю, много чего можно рассказать и потренировать, как, что. Ну, а сейчас всем пока. Счастливо. Веса небольшие, да, сравнительно. Для тебя нормальный вес, но если где-то будем увеличивать вес, да, ты, соответственно, если сейчас чувствуешь еще на 30 килограммах, то на 50 ты можешь его еще больше почувствовать. Поэтому, ну, я предлагаю в таких случаях работать не боюсь.